Приветствую вас, давайте разберёмся с тем, что вы написали. Вы пишите, что мы с Музин расписались полгода назад. Ну, здесь, наверное, стоит сразу отметить, что расписка означает, что у вас не было свадьбы. То есть, что вы просто расписали. То есть, не было свадьбы, не было торжества, не было, если я правильно понимаю, праздника какого-то вот, ну, который бы организовал для вас, например, ну, например, ваш мужчина, либо просто. То есть, вы расписались полгода назад. До этого, до этого вы полтора года встречались. Ну, в принципе, полгода встречались, если вы не жили вместе. Это достаточно маленький срок, хотя вы и не говорите о том, сколько вам лет. То есть, здесь надо понимать, надо понимать, что ключевой момент, именно ключевой момент здесь заключается в совместном проживании. То есть, в том, насколько вы, ну, грубо говоря, подходите друг к другу. Вот. И подходите ли вообще. Потому что, вот как, как это видится мне, да, что вы встречались, встречаться это хорошо. Но, если вы при этом, вот, при том, что вы встречались, вы не жили вместе, вот, то мне кажется, что тут, конечно, могут быть сложности определенные. Насколько вы приспособлены, скажем, к совместному быту, насколько вы вообще совместимы друг с другом, например. И такая вот вся история. Дальше. Значит, он рассказывал мне абсолютно все. И то, что он рассказывал вам абсолютно все, таким был его выбор. Верно? Верно? Я полагаю. Ну, то есть, я думаю, что вы не будете спорить с тем, что, что таков, таков был выбор мужчины. Я хочу рассказывать вам все. Вопрос в том, как вы сами относились, относитесь к этому выбору. Именно вы как относитесь к этому выбору, то есть считали вы, что так и должно быть, или считаете вы, что это здорово, ну, то есть благодарите мужчину и даете ему понять, что цените тот факт, что человек рассказывал вам всё. Вот. Это важно. Далее. Пишите вы, что сейчас беременны. Я вас поздравляю с тем, что вы беременны и считаю, что это безусловно очень важное событие в вашей жизни. Только нужно, чтобы вы видели и знаете как, ну может быть, может быть пересмотрели, что ли, так называемое место ребёнка в вашей жизни. То есть вот вы беременны. хорошо. Вы как думаете, этот ребёнок был желанным или нет? Вы как думаете, этот ребёнок был важным, нужным? Ваш муж хотел его ребёнка этого или нет? Как обстоят дела вот с этим? Понимаете, если мужчина рад был ребёнку, то его поведение может означать другое. То есть я хочу, чтобы вы, ну вот, всё-таки выделили вот эти моменты, мне представляется так, что это принципиально важно в вашей, ну, вашей ситуации. Вот. Понимаете, да? Дальше. Может быть, из-за этого начала, как он это называет, пилить его. Ну, давайте мы с вами здесь всё-таки рассмотрим ситуацию более конкретно. Вы говорите, может быть, из-за этого я и начала, как он это называет, пилить? Это называет он, что вы пилите его. А как вы это называете? Понимаете? Зачем вы говорите словами? Ну, не своими словами, зачем говорите? Вы же задаёте вопрос, правильно? Вы же обратились к психологам, правильно? Ну, значит, и нужно высказывать всё своими словами, как есть. То есть, грубо говоря, вы считаете, что вы пилите мужчину, или вы требуете, ну, достаточно таких очевидных вещей, по вашему мнению, например. Согласитесь, это важно, потому что от этого зависит то, как вы себя ведёте с мужчиной. Итак, предположим, что вы его не пилите. Что вы делаете? Как вы выражаете себя? Что происходит? Для чего происходит? Почему происходит? По какой причине вы выбираете вместо того, чтобы, например, мужчину приласкать, да? Ага, там, как-то сделать ему что-то приятное, да? По какой причине вы вместо того, чтобы это делать, значит, интересуетесь, кто ему там пишет и так далее? Кто и, кто, почему и зачем? Вот. У этого, у этого есть причины, ваши причины. То есть, есть стимул, мотив, мотив, по которому вы так делаете. Меня интересует этот мотив. Меня интересует, я бы сказал, причина, по которой вы выбрали именно такую модель поведения. именно такой тип проявления себя по отношению к вашему мужу. Меня интересует ваша субъективная сторона и то, насколько учитывается интересы мужа в данном случае. Вы же не будете спорить, что интересы мужа должны учитываться в любом случае, всегда. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Далее, вы пишите, что ему писала девочка, знакомая в соцсети. И что? Он удалил с ней переписку и говорит, что они не общались. А вы, простите, следите за своим мужчиной или что? Вы не доверяете ему? Вы сомневаетесь в себе может быть? То есть, по какой причине, откуда вы знаете, что он там с кем-то общался и с кем-то удалил переписку? Откуда вы это знаете? И как вы это расцениваете? То есть, вы считаете, что это нормально? Что вы, вот, контролируете, как бы, то, что делает мужчина и то, с кем он общается? Да, понятно, и понятное дело, что не всегда приятно, когда пишет какая-то девочка. Это понятно. Но у мужчины, ведь, могут быть и, в общем и целом, друзья. Понимаете? У мужчины могут быть просто друзья, знакомы. Вот. Вам ваш муж давал поводы, ну, грубо говоря, для ревности? Вам ваш муж давал поводы в себе сомневаться? Если не давал, то то, что вы делаете, это, ну, мягко говоря, не самое лучшее отношение к нему. С другой стороны, если вы чувствуете, что в ваших отношениях есть проблема, то эта проблема никак не связана с этой девочкой, с кем-либо еще. Эта проблема только в том, что происходит между вами и не более того. Дальше. Так. Говорит мне ничего нельзя рассказывать, потому что я психую. Это правда? Мне неприятно, что ему кто-то пишет. А почему вам неприятно? Почему вам неприятно, что кто-то пишет вашему мужчине? Опять же, за этим, посмотрите, что это стоит. То есть, может быть, вы боитесь его потерять. Может быть, вы перестали быть уверены в себе из-за беременности. Например. Ну, например. Из-за беременности вы перестали быть уверены в себе. Такое, в принципе, может быть. Такое вполне возможно. Вот. Но согласитесь, что если вам неприятно, это ваши эмоции. Это ваши эмоции. Как именно вам конкретно вредит тот факт, что мужчина пообщался с нам с девочкой? Именно вам как это вредит? Я полагаю, что пока никак. Пока не было замечено измены там и так далее. И получается, что вы просто своего мужчину ограничиваете, причем, ну надо сказать, что несправедливо, потому что мужчины молят общаться с кем угодно. Понимаете? То есть очевидно, что у вас есть понимание того, да, у вас есть понимание того, что между вами могут быть проблемы. Возможно, вы отдалились в последнее время, возможно, вы стали как-то, ну, меньше взаимодействовать, да, меньше общаться, ну, и из-за этого как бы болезненно воспринимаете то, что ему там кто-то написал. Но, опять же, проблему нужно решать в корне. То есть вы, не желая ничего менять, вы не желая становиться привлекательнее для своего мужчины в плане общения, чтобы он перестал общаться с, ну, с девочками, с другой девочкой. Ну, нужно сперва выяснить, а почему он вообще начал общаться с ней? Зачем он начал с ней общаться? И вот выяснив это, уже можно будет отдавать себя честом, что происходит и, собственно, чего мужчине не хватает. А так, пока вы поступаете очень ориентированно на себя. Проблема только вся в том, что, поступая так, поступая так, вы отталкиваете от себя своего молодого человека, мужчину. Вот. Вы отталкиваете его от себя тем, что думаете о себе, и ограничиваете его в, собственно, личной сфере. Так, есть свободный партнер. Это я не понял, к чему вы написали. Девушка, она может писать кому угодно и совсем не обязательно с инициативой отношений. Ради такого не было. Ну, я полагаю, что все меняется, все течет и отношения нужно поддерживать. Ему не нужно было общение с девушками. Ну, значит, ему стало чего-то не доставать с вами, нужно подумать, чего. Сейчас он говорит, что такого ничего не значит, но при этом не рассказывает, с кем общаться. А должен. Я рекомендую вам подумать о том, чего вы боитесь в этой ситуации. Вот. Я рекомендую вам поработать над тем, что неприятно лично вам в данном контексте. И взять на себя ответственность за свои переживания, дабы не отталкивать мужчину от себя еще больше. Это первое. А второе. Соответственно, поговорить с мужем и, может быть, донести до него, что вы беременны и что у вас скачет гормональный фон, чтобы он не, ну, не воспринимал вас всерьез, негативно, как он это делает. Сейчас. Понимаете? Какая история. Вы говорите, что вы не можете находиться в невидении, а это, на самом деле, очень опасное утверждение, потому что, понимаете, если вы свое невидение связываете с полной открытостью мужчины, то вы, по сути, пофиграете на личной границе человека. Вот. Вот. И я не думаю, что это хорошая, грамотная позиция, потому что ваше невидение, ваше невидение, да, оно имеет границы. И границы, оно имеет там, где начинаются личные границы другого человека. И, как мы знаем, каждый человек имеет право на тайну личной переписки и так далее. Вот. Я не думаю, что, ну, как бы, знание о том, с кем он переписывает, вам что-то даст. По факту. То есть, если у вас есть проблемы в отношениях, их нужно решать. Эти проблемы в любом случае. А если проблем нет, то опасаться вам нечего. Ну, я имею ввиду, опасаться чего-либо с стороны девочек. То есть, понимаете, какая штука? Эээ... Вы чего-то боитесь. И ваш страх, он, скорее всего, имеет под собой основание. Но не борьбой с контактами вашего мужа следует оккупировать этот страх. Понимаете? Не борьбой. Потому что, эээ, такая борьба лишь только, эээ, подтолкнет мужчину к тому, чтобы сделать что-то, ну, вот, эээ, чего вы, там, например, боитесь или, эээ, чего вы не хотите, эээ, именно, вот, сами. Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому, я полагаю, вот так можно ответить вам на вопрос, на вопрос. Эээ, как вам быть в этой ситуации? Эээ, постараться мужчину, эээ, окружить своей лаской, эээ, диплом. Постараться, эээ, эээ, Обратить внимание на то, в чем вы не уверены, не уверены. Постараться сделать атмосферу, эээ, в вашем, эээ, доме, в вашей семье, ээээ, ну, скажем, скажем так, эээ, наиболее комфортно для мужчины, чтобы ему было приятно. Вот. И посмотреть на причины того, что вы психуете. То есть, эээээ, Значит, подумать, что можно с этим сделать. Либо с врачом проконсультироваться, либо что-то еще. Потому что, ээээ, нельзя, чтобы другой человек страдал из-за того, что вам, там, показалось, да, ээээ, что-то, или что вы, или что вы боитесь чего-то. Но, все проблемы, которые у вас есть, все проблемы, их нужно решать именно вместе. То есть, непосредственно, непосредственно друг другом. Вот. А не окольными путями через запреты и так далее. Это абсолютно деструктивный путь, к сожалению. Ну, вот. Эээ, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Эээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам, эээ, всего самого доброго и удачи!